Банки, это вообще, знаете, я на них смотрю как на такую империю зла. Я не понимаю, почему какой-то крендель может заблокировать операцию и попросить у меня объяснение. Да кто ты, черт побери, такой, чтобы меня что-то спрашивать? Что я не имею права обсуждать того, кто принес Чечне горе своим походом. Я знаю очень много про войну и Первую, и Вторую, и про все войны Кавказа. Этот поход лишил нас суверенитета. Ты можешь обсуждать. Ричард Паркер, ну что, я сейчас услышу от тебя слово «господа». Я считаю, нельзя произносить это слово, так как Господь – это Бог, а Господа – это, получается, множественное число. Смотри, дорогой брат, я думаю, ты мусульманин, раз такие вещи сказал. Ты, как мусульманин, не имеешь права делать такие выводы, я так думаю. Потому что ты говоришь о религии. В религии Аллаха что-то запрещает Аллах и дозволяет тоже Аллах. И ты не можешь сказать «я так думаю, что вот это запрещено». Ты должен сказать «вот это запрещено, потому что Аллах это запретил». А рассуждение типа «я так думаю». То есть ты сегодня тебя кто-то прочитает, может быть, возьмет и запретит себе то, что дозволил Аллах. А это очень опасная вещь. Господа или Господин – это не запрещено. Так как это понятие очень растяжимое. Есть Господин дома, к примеру, как хозяин дома, понимается. Тем более в разных языках это совершенно разное, по-разному может пониматься. Поэтому в этом нет никаких проблем. То, что не запретил нам Господь миров, ты не должен сам себе запрещать. Провая какие-то поиски, нет ли там вот чего-то, пытаясь там чему-то зацепиться. Нет в этом никаких проблем. И даже в арабском языке, я тебе скажу, тоже в этом нет никаких проблем. Даже в арабском языке есть такие обороты, как Господин дома, там, Господин этого дома. И такие обороты у них тоже есть. Тумсу Салам, ты часто рассказываешь о положительных сторонах жизни в Швеции и ЕС, а есть то, что тебя категорически не устраивает и раздражает. Ну, конечно, бывают вещи, которые тебя... Ну, какие-то сложные, допустим, моменты, которые стоило бы решить, сделать как-то проще. Это часто бывает связано с какими-то бюрократическими моментами. То есть некоторые вопросы могут решаться очень долго, хотя могли бы, например, решиться гораздо быстрее. Сейчас вот просто на вскидку я прям тебе вспомнить не могу, что именно. Но бывает так, что сталкиваешься с очень непонятной осложненностью какого-то вопроса. Но это относится не ко всей Европе. То есть это в разных странах по-разному эти дела обстоят. Например, в Швеции просто нереальная проблема открыть себе такой банковский счет, когда у тебя есть этот полный пакет. То есть здесь есть такая система, она называется банк-айди. Это на нее у тебя завязано. То есть это такой ключ ко всем государственным услугам, если у тебя есть этот банк-айди. Везде авторизация проходит по этому банк-айди. И не в каждом банке тебе делают этот банк-айди. И вот в тех банках, где тебе его делают, ну это как, знаете, такой прям челлендж открыть себе этот счет. В общем, такие бывают моменты, где вот сложно. Но это относится, видите, от страны к стране по-разному. Скажем, в той же Польше вообще не было никаких проблем с отритием счета. Хотя, по идее, так и должно быть. Банки, это вообще, знаете, я на них смотрю, как на такую империю зла. Банк для меня это очень негативная вещь. Я крайне возмущен бываю вообще любым контактом с этими банками, потому что это такие люди, организации, в общем, вообще вот эта вот сама структура банковская. Это компании, люди, предоставляющие тебе услуги, которые должны быть заинтересованы в тебе, должны тебя чуть ли вылизывать. Но ты сталкиваешься с обратным эффектом. Любой банк почему-то считает, что ты в нем нуждаешься. И они действительно систему так подвели, что ты реально в нем нуждаешься. И за счет этого меняется вот эта роль. То есть там, где ты клиент, и должны тебя обслуживать, и должны просто бороться друг с другом за тебя, за то, чтобы ты именно в этом банке открыл счет. В большинстве случаев все, дела обстоят наоборот. В большинстве случаев ты приходишь и просишь их, дайте мне открыть счет, а они типа смотрят, подходишь ли ты им, начинают копаться там в твоих, откуда ты деньги будешь получать, а что ты там вот товарищ, куда ты будешь их посылать. Поэтому я очень большой сторонник крипты. Просто вот из-за этого меня больше ничего как бы не волнует. Меня волнует то, что я не хочу, чтобы кто-то был вот в этой цепочке передачи моих финансов. Если я что-то покупаю, я кому-то деньги посылаю, я не понимаю, почему какой-то крендель может заблокировать операцию и попросить у меня объяснение. Да кто ты, черт побери, такой, чтобы меня что-то спрашивать? Я плачу тебе деньги за то, чтобы ты перевел их куда-то там, в пункт назначения. Ты кто такой, чтобы меня спрашивать? Вот так я, понимаете, на это реагирую. Меня это очень сильно возмущает. Поэтому крипта это просто благодать. Это такой посыл всех банкиров, всю банковскую систему, ты ее как бы посылаешь. Идите лесом, ты им говоришь. Попробуй, заблокируй мою операцию. Попробуй, сделай так, чтобы я тебе что-то объяснял. Это просто кайф. Я получаю величайшее удовольствие от того, что придумали эту систему, в которой нет никаких банков, никаких служб безопасности. Ничего подобного нет. Я надеюсь, скоро эта система криптовалют вытеснет или выйдет хотя бы на такой же уровень, когда можно будет в магазинах расплачиваться с помощью крипты, покупать они за дорогие вещи, машины, квартиры. Хотя уже где-то это можно делать. Но это все равно пока еще такой уровень, когда ты должен, если покупатели, клиент, они оба продвинутые, у обоих есть, если они оба юзают, капиталюту, тогда да, но так ты не можешь сегодня прийти в супермаркет, купить продукты за крипту. Я надеюсь, что к этому придет человечество в скором будущем. Ты прав. Нужно обсуждать и обсудить, почему Джамбулат, выступив против нашего президента Халида, пошел в Дагестан и тем самым совершил преступление и за это не ответил. Абсолютно согласен с тобой. Если ты считаешь, что этот вопрос нужно обсудить, можно обсуждать. Вот это вот, по крайней мере, более конструктивная тема. Но только когда вы будете предъявлять за это Джамбулату, также не забудьте предъявить Иезакаеву тоже, который это вторжение поддержал и обещал к нему присоединиться. Это тоже надо тогда с ним на эту тему поговорить. Я не против критики, пусть даже в мой адрес. Можете просмотреть наш устав, программу нашей партии, и вот по пунктам там, допустим, что-то высказать, чем-то можете не согласиться. Но если вы со мной были в одной партии, допустим, и не видели в этом никаких проблем в этой программе, а потом, когда между нами что-то произошло, критиковать меня за эту программу, вот это лицемерие, понимаете? Вот чего делать нельзя. А что я не имею права обсуждать того, кто принес Чечне горе своим походом? Я знаю очень много про войну и Первую, и Вторую, и про все войны Кавказа. Этот поход лишил нас суверенитета. Ты можешь обсуждать. Главное, быть последовательным. Вот к чему я вас призываю. Если, допустим, за одно и то же действие, вот смотрите, как похоже ситуация, Кадыров берет, за одно и то же действие одного генерала просто опускает, ниже Плинтуса, а второго хвалит. Хотя оба сделали одно и то же. Один отдал лиман, отступил, второй отдает правый берег Херсона. Вот вы не должны поступать таким образом. Если Джамбулат за поход в Дагестан плохой, то, дорогие друзья, все, кто туда пошел, все должны быть тогда плохими, а туда очень многие пошли. И те, кто не пошли, но поддержали, такие как Закаев, тоже тогда должны быть плохими, понимаете? Я тоже отношусь к этому негативно, к самому походу. Но к этим личностям я не отношусь негативно. Я понимаю, что людям свойственно завершать ошибки. Я также из достоверных, заслуживающих доверия источников знаю, что Шамиль Басаев сам жалел об этом походе, сам признавал это ошибкой. Поэтому, когда ты этих людей смотришь на то, как они закончили свои жизни, то есть дальнейший их путь, если бы они пошли в Дагестан, прилили там, грубо говоря, эту заварушку бы затеяли бы и потом просто куда-то сквозанули бы, да, у меня было бы однозначно плохое мнение о них всех. Но это люди, которые, да, они совершили ошибку, вернулись обратно, осознали, до конца прошли, отдали свои жизни. И те благие их деяния, они перевешивают любые их ошибки, совершенные ими. Да, не оправдывая, конечно же, мы должны эти сами ошибки, мы их не оправдываем, но людей мы оправдываем. Понимаете, разница? Ошибку мы признаем и говорим, что такого делать нельзя. Но человек, совершивший ее, мы его не списываем, мы говорим, да, всем свойственно, все сыны Адама ошибаются. Но если они свои ошибки осознают, они в них раскаиваются, и дальнейшие их поступки, их жизненный путь показывает, что они люди достойнейшие, то как можно цепляться к каким-то этим моментам и их списывать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok